Меня зовут Харченко Александр Генрихович, я руководитель Агрокомитета Национальной Технологической Палаты, в которой мы пытаемся какие-то технологии собирать, анализировать и готовить к внедрению. Одновременно я являюсь директором ИПО «Биоцентр», который имеет несколько отделений по стране, начиная от юга России до южного Урала. Одновременно я являюсь агрономом в российском казачестве, начальником отдела агротехнологий Союза казаков, воинов России и зарубежья. То есть, кому как нравится, зовут просто Александр, поэтому можно обращаться в Александр. По «Ноутил» это модель, которая стала внедряться в странах Южной Америки. С начала 90-х годов, вначале медленно, потом она набрала скорость и сейчас набирает где-то примерно от 75 до 80% земель. Там обрабатывается по системе «Ноутил», «Ноутил» там специфический, так называемый австралийский «Ноутил». Привел к тому, что они сделали очень хорошую экономику. Эти страны и стран третьего мира, где был вопрос, как выжить, как себя накормить, они давно себя накормили, имеют очень хорошую экономику по продаже продукции сельского хозяйства на зарубежный рынок. Аргентина продает в три раза больше, чем Россия, имеется в виду финансовое исчисление, в три раза. Бразилия продает в четыре раза больше, чем Россия, примерно с тех же гектаров, которые там есть. Еще какие моменты интересные там, огромное количество продукции производится в Бразилии на землях, которые отец-основатель зеленой революции Норман Барлаук говорил, они абсолютно непригодны для сельского хозяйства. На системе «Ноутил» удалось сделать эти земли пригодные для сельского хозяйства. Какая научная поддержка там есть? Там есть институт агротехнологии в Аргентине, было несколько человек, он оказался между наукой и системой образования, то есть он был прямым подчинением, по-моему, Министерству экономики. Их задача была не исследовать какие-то, не открывать новые фундаментальные или прикладные идеи, пригодные для сельского хозяйства. Их идея была собрать эффективные агротехнологии и внедрять. К сожалению, у нас подобной структуры нету, и у нас системно внедрением «Ноутил» никто не занимается. В Бразилии есть ассоциация «Мбраса», например, выходить из этой ассоциации сейчас посольство Бразилии, аташе по сельскому хозяйству, примерно такая же функция была. Отобрать эффективные технологии и создать условия для их массового внедрения. Объединяющее начало в «Ноутил» еще есть у него название «Мульчированный посев», когда посев происходит в почве, покрытую слоем пожневных остатков. Какая разница может быть у нас между системами? Считается, что покрыть почву растительными остатками требуется урожайность пшеницы, например, не менее 30 центнеров с гектара. 30 центнеров с гектара – это равносильно 3 тоннам пожневных остатков, которые остаются на поверхности почвы. В Аргентине у них пшеница, она минорная культура, у них идет кукуруза, кукуруза оставляет после себя намного больше, там поверхность легче закрывается растительными остатками. И кроме того, для Аргентины и Бразилии характерны мощные дожди, то есть есть опасность водной эрозии, и для них необходимость покрытия почвы растительными остатками плотно. Это задача номер один. Когда у нас в Казахстане, когда у нас в Заурале внедряют систему наутил, ее начинают на урожайности 14 центнеров с гектара. Это базовая урожайность яровой пшеницы, а зимой пшеницы там не сеют, потому что очень мало снега, и там наутил запускается на очень маленьком количестве растительных остатков. По логике аргентинской, сельское хозяйство по системе наутил там невозможно проводить. Но там нету проблемы проливных дождей, поэтому условия необходимые для аргентинского наутила, земля покрыта слоем растительных остатков, там не обязательно. Там проблема воздушной эрозии, там могут быть ветра. У нас когда-то для противостояния ветрам был такой послевоенный план преобразования природы, по-моему, Ленинский он назывался, план преобразования природы, когда высаживалось огромное количество лесополос. И у нас считалось, что лесополосы это самый главный эффективный механизм против ветровой эрозии. Что говорит Канада и какие особенности сейчас есть? Дело в том, что во многих регионах эти полосы практически ликвидированы, либо они погибли от возраста, потому что недолго живущие породы. И если брать тот же республику Крым, их просто вырубили, когда там были проблемы с отоплением. То есть при Украине они вырублены, выведены. И стоял вопрос у моих наутильщиков, вкладывать деньги в восстановление лесополос или не вкладывать. И вот ребята, которые ездили в Канаду, пришли к следующему выводу. Ну, на основе канадского опыта, если почва покрыта растительными остатками, и вот этот срез на высоте 15 см, но вообще, который есть, оно сохраняет, ну, как бы вот это движение ветра на поверхности почвы очень сильно уменьшает. Поэтому наутил оказался даже на маленьком количестве растительных остатков устойчив к ветровой эрозии. И у меня ребята просто сейчас сводят вот эти вот фактически уничтоженные лесополосы, и при переводе на наутил нет проблем с уменьшением урожайности. Все, что у нас есть, это опора на базовые идеи 60-х годов. Была такая модель Нормана Барлауга, которая пришла и в Соединенных Штатах было принято при Хрущеве в 64-м году, незадолго до его снятия. Это модель зеленой революции. И с тех пор она у нас развивалась как модель интенсивного сельского хозяйства. Никаких принципиальных идей в эту модель не влито. На ней выросло не одно поколение ученых, и когда мы говорим про наутил, про системное изучение этой модели сельского хозяйства, у нас подспудное мощное сопротивление со стороны отечественной науки, со стороны Российской Академии Наук. Какие-то движения, но ничего за этим нет. Были ли какие-то серьезные попытки изучения системы наутил в СССР? Были. Это период начала 80-х годов до 89-го года. У нас существовали группы так называемых цинологов. И где-то было человек 25. Я работал с последними магиканами из группы Саратовский институт физиологии растений и микроорганизмов. Они завезли английскую селку наутильную дисковую. И они в восточной части Саратовской области, на землях Каштановых, у них был стационар, и они добились фантастических успехов. И они создали теоретическую подоснову под эту технологию. К сожалению, Горбачев в конце их ликвидировал. И у нас нету преемственности. Их наработки остались только у этих людей. Я теми наработками пользуюсь, когда нам нужно объяснить, что нам нужно делать, чтобы наутил запустить. Забегая вперед, я покажу брошюрку. Я сделал ее на основе обзора литературы в 2007 году. Основные этапы перехода на наутил. Нам, к сожалению, не предлагают разобраться в переходе на наутил. Нам предлагают сразу купить селку для наутил. И говорите дальше, вы начинаете, все у вас пойдет. Но, к сожалению, мне приходилось иметь дело с большими хозяйствами. Самое большое было 134 тысячи гектаров, которые сидела на наутил. Это Ульяновская область и это Нижегородская область. Они благополучно разорились. То есть у наутила есть внутренние серьезные проблемы. Если эти проблемы игнорируют, урожайность начинает падать, экономика, хозяйство начинает падать. И там уже, как правило, ничего не спасает. Потому что есть закредитованность, нужно платить. И вот возникает такой коллапс. Перед банкротное состояние, потом банкротное. Это агрохолдинг Нижегородский. 134 тысячи гектаров наутила разорился в хлам. Сейчас у меня есть хозяйство, не буду его называть, потому что они не очень сильно хотят. Ну, в Кабарде наутильное. Я смотрел состояние почвы. Я видел прогрессирующее уплотнение на почвах. Я им сказал, ребята, у вас может быть то-то, то-то. При достижении плотности 1,3 и выше грамма на кубический сантиметр тоже начинает падать урожайность. Они столкнулись с этой проблемой. То есть наутил, как мульчирующий посев, с точки зрения экономики вещь неплохая, потому что на пахоте у нас примерно уходит 90-100 литров дизельного топлива. Это 6,5 тысяч рублей на гектар. Так получается, да? Ну, по 65 где-то, да? На наутил можно довести систему наутил. Ну, где-то там 17-30 литров дизельного топлива на гектар. То есть фактически там в 4 раза меньше. И экономика это, конечно, привлекает. Но мы должны понимать, что любая система, кроме экономии, должна приносить результат. Результат отчасти привязан к урожайности финансовой. То есть там есть три на самом деле показателя. Первая – рентабельность. Сколько вложил, сколько получил на вложенный рубль. Но ты можешь мало получить, получить прибыль. И эта прибыль маленькая в физическом выражении. Потом есть просто величина. Сколько денег можно заработать на одном гектаре. Это тоже показатель экономический. Вот я вам говорю, тысяча долларов на гектаре. А вопрос там рентабельность может быть низкая, может быть очень высокая. Это как бы непривязанный момент. Но владелец бизнеса, ему интересно, сколько денег он может поднять с этого гектара. Ну, там еще третий есть показатель. Ну, вот хотя бы вот эти вот. И на наутил. Если на любой системе земледелия, на которой вы работаете, идет падение экономики, падение урожайности, ее нужно разбирать с двух сторон. Первое – что у нас связано с дорожанием ресурсов? И что у нас связано с другими, не связанными с ресурсами факторами? Что такое дорожание ресурсов? И вообще, что это такое по экономике? У нас сейчас два фактора разрушают сельское хозяйство. Первый на данный момент вышел как основной. Абсолютно неграмотные действия регуляторов рынка, которые уничтожили значительную часть прибыли. Понятно, да? Что я говорю своим изоповым языком. Ну, то есть вот эти пошлины, которые ввели, они привели к тому, что на большей части страны зерно, имея себе стоимость 10-11 тысяч рублей, продается по цене ниже 10 тысяч рублей. Вторая вещь. Есть то, что называется диспаритетный рост цен. Скорость роста цен на продукцию отстает от скорости роста цен необходимых ресурсов для того, чтобы выращивать растения. То есть это химические препараты, химические удобрения, цена техники, цена горюче-смазочных материалов и так далее. Это объективный процесс. Он идет во всех странах мира. И довольно с большой скоростью. И развитые экономики мира, они приняли решение, они просто будут компенсировать вот эту разницу. И компенсационная разница идет примерно от 800 долларов на гектар в европейских странах, в странах Евросоюза до где-то 14 тысяч долларов в Швейцарии и где-то там чуть-чуть меньше в Японии. То есть в Японии, Швейцарии, во многих странах вся экономика сельского хозяйства искусственная. У нас нету подпитки экономики сельского хозяйства этими ресурсами. Про них что-то очень много говорится. Но когда мы начинаем считать, сколько на гектар получено поддержки, я не знаю, от 150 до 300 рублей. Нам нужна система наутил. Не потому, что она красивая, благородная и все такое прочее, а нам нужна для снижения себестоимости. Нас интересует переходная система земледелия, которая дает нам экономику. Не только в экономии горючего, а и в прямом стоимостном выражении тех денег, сколько мы с этого гектара получим. Когда про наутил говорят, я говорил, что это система мальчированного посева, и у нас она ассоциируется с какими-то мощными сиелками. Такие, знаете, вот у человека хороший каталог, фирма Барго, я ее очень уважаю, эта фирма Барго. У них есть сиелки чисто австралийские, они взяли модель австралийскую, стали производить там. это одни из лучших сиелок для региона и для России, для зон, где не хватает недостаточного увлажнения. На самом деле, вот это все наутил. И тот, который кукурузу там садит, ручной сиелкой, это тоже его наутил. Это система мальчированного посева. Информации четко, смысла различительной нету, но я такой принцип ввожу, количество влаги, которое выпадает в Аргентине и Бразилии. То есть, в Бразилии от 800 до 1600 миллиметров в год выпадает, а у нас модели от 300 до 450, даже 500, по-моему, нету, по Ростовской области. Да. То есть, понимаете, изначально модели вроде бы одно, обработки земли нету, но модели привязаны к определенным агроклиматическим условиям. Название одно, но совершенно разные модели. Очень много нюансов по движению техники по полю и так далее. Например, аргентинцы двигаются по полю сиелкой, меняя угол атаки под углом. Видите, да? Австралийцы совершенно по-другому работают. У них зона недостаточного увлажнения. Когда я с австралийцами работал, у нас был 13-й год, когда приезжала большая группа человек 40 в Кустанайскую область, и когда владелец бизнеса, где он занимается, наутил, стал говорить, ребята, вы там нам что-то не договариваете, там какие-то секреты у вас технические есть, вы что-то там... Ну и, короче говоря, там 6 было докторов наук. Они говорят, ребята, вы знаете, есть такая простая вещь, которую вы упускаете. У вас влаги не хватает. Вам нужно обязательно условие внедрения технологической колеи. Потому что здесь влаги хватает. У них в системе севооборота есть покровные культуры, ну или седеральные культуры, как вам удобнее. Там почву быстрее восстанавливать. В условиях нехватки влаги главным условием наутил является наличие технологической колеи. Сиелки. Австралия, Аргентина, которая стала работать по наутил, она взяла американские сиелки, там сиелки, даблдиск и монодиск. И Аргентина, Бразилия, шли по развитию этой технологической концепции. Это концепция. И когда семена кладутся в разрез такой, V-образный, там нету плотного прижатия к почве, а влаги-то там мы говорим 800 мм это уже засуха, там все нормально сходит. Вот это центральная австралийская пустыня. И вот здесь вот зона вкрапления степей, видите, да? И вот здесь они выработали в зоне контакта с пустыней свою систему ведения сельского хозяйства и свой наутил, который называется зероутил. У него есть свои специфические характеристики, и когда министр сельского хозяйства Республики Казахстан стал директором Кустанайского инии сельского хозяйства, они пошли именно в Австралию и стали искать системы для очень сухой степи. Могу маленькие различия показать. Принятая практика достаточно маленькие междурядия, достаточно большая норма высева, австралийская система более широкие междурядия до 40 сантиметров, норма высева 60 килограммов, но там идет совершенно формирование другого растения, то есть при определенных условиях посева формируют совершенно разные растения. Наша философия, которая, наша философия выращивания пшеницы, ее притащили с Европы. И в Европе была такая традиция 1,7-1 колос. Так же, да? И мы меряем, для нас хороший показатель, сколько миллионов колосев у нас приходит к уборке. Базовый вес колоса сколько у нас? Сколько колос весит? Ребят, сколько колос весит? Да, колос весит грамм. Если у нас 5 миллионов колосев, значит у нас 50 центнеров. Если у нас 4 миллиона, 40 центнеров. То есть к уборке получается у вас сколько там? Ну, чуть больше 3 миллионов. А сейте 5,5 миллионов. Норма высева сколько? 3 миллиона. Но все равно вы не рассчитываете на кущение, вы стараетесь, но вы его делаете, а потом она у вас сбрасывается. Вот. Это ваша модель. Эти австралийцы сеют очень мало, 60 килограммов на гектар, их модель, высева пшеница, и там нужно получить крупный колос, желательно граммчик этаке 2. Я вам покажу, как это все выглядит. Видите, это очень сухая степь казахская, и мы видим крупный колос. Идея такая, посеять мало, каждое растение должно сдать кущение минимум 3, из каждого колоса мы должны взять не 32 зернышка, а где-нибудь зернышко в 50 чем-то 60. Понятно, да? Это модель. И общая модель такая, что где влаги больше, у нас проблема какая? Проблема с сорняками, поэтому на всех немецких сиелках 12,5 сантиметров, 14 сантиметров между рядами, потому что нам нужно, чтобы растения конкурировали с сорняками там, где много влаги. А модель для сухостепного сельского хозяйства, для сухостепного наутил. Наоборот, чем меньше влаги, тем шире междурядия. Какие междурядия оптимальны для Ростовской области? Я думаю, где-то 26-28 сантиметров. 40 сантиметров не нужно. Опять, у нас есть 8 климатических зон, у нас есть зона близко к морю, и есть зона там, где-нибудь ближе к Калмыкии. Это совершенно разные климатические условия. Поэтому должны быть совершенно разные модели. Условия абсолютного нехватки влаги. И вот, посмотрите, широкорядный посев, очень крупный колос, который должен весить к 2 граммам. Если мы берем технологию выращивания пшеницы и вообще отрываем ее от модели утил, пахотной земледелии и так далее, вообще, просто технологически, когда мы выращиваем пшеницу, вот у нас есть технология получения большого колоса. И мы по этой технологии 7000 гектаров хозяйства в Красноярском крае, мы подняли урожайность с 34, среднерайонная там была 20-22, мы подняли урожайность 70-90 и лучшие поля были 108. Количество стеблей одинаковое, понимаете, когда к уборке идет 350-400, но у тебя колос весит 2 грамма, не 1 грамм, то ты получаешь прибавку, ты получаешь урожайность к 80 центнерам. То есть, это просто нужно сделать тяжелый колос. Я не смог сделать в Красноярском крае наутил. Почему? Потому что при урожайности 90 центнеров у меня 9 тонн соломы. Если 9 тонн соломы я на поле оставляю там, при морозах там до 50, она у меня к августу не оттает. Понимаете, особенность-то какая? К августу земля не оттает, я там наутил не смогу сделать. Там очень короткий сезон, у меня пшеница 85-дневная. Для вашей зоны нету такой проблемы. Есть понятие там холодная земля, там может быть для пропашных, но зероновые культуры вы посеяли, они немножко на 2 недели, на 3 недели позже начинают активно развиваться, но система мульчированного посева сохраняет влагу. Поэтому здесь неактуально, в других местах это очень актуально. Какие особенности их сиелок? Вот этот знаменитый австралийский анкер, вот он идет, этот анкер, врезается в землю, формируется волна, и сзади узкий прикатывающий адресный каток, и у нас поле получается похоже на волну. Вот это с чего начинали наши ребята, вот здесь вот анкер, то есть это убитая обе можно брать убитую этот амичку, срезают лапу стрельчатую и ставят адресные катки. И у нас наутил, для Урала австралийский наутил запускался на вот таких вот крутых сиелках. Сейчас это богатейшее хозяйство, у него бегают тракторы эти металлогусеничные вот эти, вот у него бегают лучшие сиелки мировые, но деньги он заработал вот на вот этой модели. У вас сейчас этот Ремонтинский район возьмем туда, в те края. Вот это вот как раз для них сиелка. Общая идея такая, австралиец мне рисовал на английском языке, в чем смысл этой модели. Волна. Что мы знаем? На какую глубину у нас из-за кладет семена? Ну, средняя 4,5-5. Так, какой правильная глубина для заделки семян на пшенице озимой? Правильная глубина. Сколько? Кто скажет? Кто скажет? 2-3 сантиметра, 2,5 оптимум. Почему 2,5 оптимум? Потому что на этой глубине мы садим больше, потом идет отросточек, а потом из этого отросточка с глубины 2,5 сантиметра формируется узел кущения. Лишний сантиметр заглубления минус 1 сантиметра урожая. Оптимум идет 2,5 сантиметра. Австралийцы, когда на ноутил продают свои селки, они предлагают модель. Вот это нерегулируемая глубина. У них идет глубина от поверхности почвы, от поверхности гребня 5-7 сантиметров до 8 сантиметров. Здесь написано, если влага глубже, то 15-20 сантиметров у них есть с регулируемой глубиной. А вот здесь семя 2,5 сантиметра тут оптимум. И сделана вот эта воронка, если 5 миллиметров дождик выпадет, до семени он дойдет. Если на САЗе посеянное на глубину 5 сантиметров выпадет 5 миллиметров дождик, до семени он не дойдет. То есть эта система сделана вот 2 сантиметра написано она сделана для зон где нехватка влаги. Она там очень хорошо работает, она себя полностью оправдывает. Мы говорим, что аргентинская модель бразильская для зон с достаточным увлажнением. Поэтому заделка может быть неглубокая. Первое условие полностью покрытое почвой растительными остатками. Как обязательное условие, потому что есть проблема проливных дождей. А система для сухой степи, где мы можем работать на недостаточном количестве растительных остатков, но у нас в качестве мульчирующего слоя идет вот эта модель, которую в принципе предлагал когда-то Овсинский, когда они обрабатывали на 5 сантиметров землю, где почва перемешана с растительными остатками. Вот эта почва она создает термос от перегревания и она забита соломой. Тут тоже мульчированный слой, но не такой красивый, как в Аргентине. Но нам-то нужна не красота, нам нужна эффективность. Вот это все вполне себя оправдывает. Общая концепция понята. Австралийский полностью закрытая поверхность и маленькая глубина заделки. Австралийская, австралийско-канадская модель сухостепных зон волна и мы идем с сейлкой за влагой. Чем больше влаги выпадает, тем меньше междуряди. Например, возьмете амазоновские, амазоновские эти сейлки, они с маленьким, достаточно маленькой междуряди. И мне говорят, хорошая сейлка, отлично сеет. Конечно, сеет лучше, чем СЗ-3,6. Намного лучше сеет. Но на ней не получишь тяжелый колос. Есть у нас вопрос очень мало влаги, и у нас есть этот коэффициент транспирации, и нам на это маленькой влаге нужно сделать большой урожай, лучше австралийской модели нету. Вот эта модель, которая у нас внедрена в 60-х годах, она строилась на большом количестве химических удобрений и так далее. И вся вот эта эпоха химизации, когда после 1965 года стали строить огромное количество заводов по производству минеральных удобрений, она подвязана под эту модель. Сколько сейчас процентов общего производства удобрений используется внутри страны, кто знает? Вот у нас столько заводов химических удобрений, а сколько у нас используется этих удобрений? не больше 18% общего объема производства. Не больше 18% общего объема производства. Какие следствия для почвы пошли? У нас появились разрушенные почвы. Вот эта почва, потерявшая структуру, почва должна быть как губка, мы же говорим, воздух должна она нам давать, воду должна она держать, а у нас вот такая почва. А вот это у нас называется плужная подошва, и мы видим уплотнение почвы, ниже обрабатываемого горизонта. У нас произошло разделение аэробный на аэробный слой, и у нас мы видим корень вниз не идет. Кроме того, проблема в Краснодарский край на поверхности у нас лужи огромные, пруды, вся вода, которая нам будет нужна летом, выдувается или стекает в балки, все, мы эту воду потеряли. Вот а модель сельского хозяйства, которая у нас, если начинает пахать, вот это пожалуйста Нижегородская область, вот это республика Татарстан, видите вон почва в каком состоянии. Вот это у меня под Барнаулом ехали. Но везде одинаковая картинка, уже пахать мы не можем, уже нам нужен чизель мощный, это Мамадышский район республики Татарстан, был у нас такой Павел Андреевич Костачев, который сказал, почва имеющая структуру обладает способностью до глубины 1 метр брать воду и потом растения ее почва имеет такую структуру, то значит мы будем переживать все засухи. То есть вы видите на природных почвах нету разделения на аэробный на аэробный слой. Видите нету здесь больше метра глубины. Тогда у нас стоит вопрос а что нам делать? Приходят ребята, ребятам селки нужно продавать им то что? С них за это не спрашивают. И говорят вот купишь селку на наутил и все у тебя разуплотнится сразу все будет здорово. Все купил пошел и все и будет тебе счастье. Вот это модель внедрения системы наутил в ростовской области и не говорят все ну там года два три что начинает происходить начинает расти плужная подошва а помните еще показывал движение техники по полю помните вот на момент внимание определенное ваше как кросс да а вы знаете как оно начинает запускать рост плужной подошвы и она начинает расти разрастаться и когда она доходит до самого верха вы начинаете сеять наутильной сеялкой бетонную плиту часто это бывает часто почему диск начал популярно все больше пользоваться вы говорите мы пустили момент здесь совершенно верно потому что этот сериотип что диск разрежет асфальт он как бы имеет место быть и отсюда пошли дисковые больше популярные то есть у нас система наутил она знак равен асфальт ну понятно да понимаете логику тогда возникает вопрос что делать куда бедному крестьянину податься но катастрофическая ситуация мы не сможем перейти на наутил нормальный и давать какие-то серьезные урожаи пока не решим вопрос с восстановлением почвы поэтому вот этот вопрос восстановления почвы до такого состояния это вопрос самый главный сюда периодически на ассоциацию сторонников прямого посева приезжает залетный американец был такой Рик Бибер знаете его не слышали он у себя эту проблему решил и к нему делегация была с ростовской области в интернете можете написать я там эти все фильмы скачал они у него на разрезах смотрели на наутил в каком состоянии у него почва у него есть почва доведенная до такого состояния и этот человек получает хорошие деньги он сторонник наутил у него я не помню то ли 20 тысяч гектаров то ли больше там акры я сейчас просто их путаю акра это 0,4 гектара по-моему но у него много земли то есть он такой латифундист и вот у него главное условие внедрения наутил создание восстановления структуры почвы на которых эта система будет работать если вы не поставите задачу восстановления структуры почвы работать она не будет какие решения лежат на поверхности на поверхности лежит первое чезеливание до начала работы сиелками нужно взломать вот эту плужную подошву ее нужно взломать потому что ну как вот на ней что-то поделаешь ее нужно взломать это же нужно взломать у нас тогда возникает вопрос чем ломать сколько будет стоить обработка на гектар где можно купить этот чизель какой чизель плохой или хороший и тоже это пример та же история как с этими сиелками нету плохих сиелок есть вопрос нету плохих чизелей просто один чизель у вас затраты будут две с половиной тысячи на гектар по солярке а на каком-нибудь французском щелерезе у вас будет 500-600 рублей по деньгам ну по расходам на солярку на гектар а сколько у вас денег вот он скажет денег нет и он будет прав денег нет никогда нету поэтому ребят дайте нам что-нибудь такое простенькое и чтобы оно у нас было и чтобы у нас 100% был результат все поэтому до перехода на наутил вопрос надо решить когда я был общался с одним дедом с Австралией в Австралии еще там есть органическое сельское хозяйство и жил такой сумасшедший дедушка который умер в возрасте 90 с чем-то лет 95 наверное когда было 88 он ездил без сопровождающих мы с ним в Крыму пересеклись это в 2010 году когда еще Крым был под Украиной и он объяснял такие вещи что ребята понимаете нужно три фактора чтобы взломать эту плушную подошву первая механика ее нужно просто проломать потому что вот сверху рыхлая земля 20-25 сантиметров плита бетонная стоит они же опять рыхлая земля видите рыхлая земля вот она рыхлая нужно нужно убрать вот эту пробку которая сформировалась нужен чизель или щелерез нужен седеральная культура или культура в полеводстве там например подсолнечник у которого стержневая корневая система закрепит потому что вы прачизелевали пшеницу посеяли и все снова схлопнулось и они применяют микробный препарат специальный под названием 500 препарат то есть в рог коровы забивается навоз на глубину полметра она закапывается там можно тысячи этих рогов забить с такой глиняной пробкой потом они выдерживаются на глубине потом раскапывается оттуда вытряхивается содержимое там 500 в одном кубике 500 миллионов микробов разводится в воде и вот этой микробной водой компостной опрыскивают поле если это делать это старая немецкая модель почва начинает восстанавливать структуру то есть три фактора механический взлом закрепление стержневой корневой системы культуры либо основная культура либо смесь седератов со стержневой корневой системой плюс микробы которые могут запустить этот процесс когда мы делаем хороший наутил про который мы на котором мы запускаем разуплотнение почвы на котором мы получили 90 центнеров средней пыровой пшеницы в Красноярском крае мы пошли немножко другим путем и я очень советую этот способ использовать на переходный этап наутил хотя бы два года лучше всего три как кого можно поселить в почву или как и соломой сделать микробное удобрение восстанавливающая почва был такой доктор садоводства Тэруи Хига который по молодости лет выходить с одного маленького острова в Японском море хотел осчастливить своих земляков предложил выращивать карликовые мандарины которые имели спрос на рынке в Японии но когда стали сажать маленькое расстояние между рядами невозможно трактор загнать идет уплотнение почвы и он стал придумывать препарат в конце концов препарат придумал обрабатывая почву он вызывает интенсивное разоплотнение почвы то есть микробный препарат может сожрать плужную подошву особенно если она частично разрушена у нас есть этот препарат может даже на этом столе потому что мы его нет на стенде есть мы завезли с Японии мы его производим какое-то количество этого препарата ну сколько там сотню тонн производим вот потом мы сделали свой препарат сложный микробный нам нужно было сделать микробный препарат который в почве приживается вот препарат который приживается в почве тоже разуплотняет почву и у него есть микробы которые выталкивают патогены, плесневые грибы. И вот, когда вопрос идет, сжечь или не сжечь, вот вроде бы где они, далекие вопросы, наутил и вопрос сжигания соломы. Но мы столкнулись вот это, пожалуйста, Песчанокопский район. Приезжая туда, в Песчанокопский район, начинаем копаться. Вот убранный ячмень сверху, а внизу запаханная солома озимой пшеницы. Следов разложения нет. Вот она вся. Нам нужно запустить ее разложение. И вопрос, как это сделать. И это тоже отсекает влагу и накопление влаги и так далее. И вот мы запустили, и сейчас пользуемся активно тремя препаратами. Четвертый препарат для наутил. Но я бы, наверное, запускал бы все-таки первым препаратом. Вот здесь бодылки подсолнечника, вот это озимый ячмень. Это граница, это Новоалександровский район Ставропольского края, 10-й год. И вот мы видим, как прекрасно развивается растение. Он не только съедает пожневные остатки, он выделяет огромное количество биологически активных веществ, которые стимулируют растение. Что нас интересует в переходном этапе? Конечно, должна быть выровненность. Потому что, когда мы работаем на обработке земли, особенно на пахотном земледеле, у нас свально-развальные борозды не все шлемки нам пашут. То есть, а когда мы перешли на наутил, на десятилетия у нас земля должна уже уходить выровненная идеально, вот прямо как будто дорога. Ну, выровненная, просто идеально выровненная. И есть технологии выравнивания, обычно используют катер, скрест-накрест ходят. Может быть, два прохода маловато, можно три. Но это надо сделать технически, выровнять. Потому что только какие селки... Вот Барго, по-моему, копирует, да, вот это вот? Сто процентное копирует. Культиваторные есть, но они не копируют. Не копируют. Надежки и Анка копируют. Вот. И Муза копируют. А остальные селки не копируют наутильные. Поэтому, если ты не выровнял почву, у тебя наутил будет все прыгать. Ты будешь селку использовать как культиватор. Ты будешь срезать все эти вот неровности и так далее. Нужно будет сделать. Поэтому что делается? Ставится бочка с микробами на культиватор. Идет, впрыскивается микроб через форсунку. И заделывается солома. Как потом выглядит поле? Или почему я не люблю представителей точного земледелия? Ну, кроме тех, которые дают параллельное отверждение. Почему я их не люблю? Что они говорят? Они опираются на объективные вещи. Говорят, что на полях у нас мозаичность по плодородию. Где-то у нас лучше, где-то у нас хуже. И если делать агрохимический анализ, а потом через спутник привязывать анализ на флешку. И есть такая идея, что надо машина по внесению удобрений. В одном месте она будет больше сыпать удобрений. В другом месте меньше. Так называемая дифференциальная система внесения удобрений. С моей точки зрения, более дури нет, чем вот это предложение. Но оно имеет место быть, потому что все что-то хотят верить. Что мы обнаружили? Мы обнаружили, что если мы работаем с пожневными остатками, вот это поле разделено на две половины, вторая половина. У нас исчезает мозаичность. Потому что у нас получается агрохимический фон напрямую завязан от биологической активности почвы. И если мы обрабатываем пожневные остатки, мы включаем биологическую активность почвы. Ничего не надо намерить. Работаем на соломе, заделываем с микробами и выравниваем поле. Оно у нас выровненное становится. Все эти вещи уходят. И на первый год уже заметно, а годы через два, через три вообще заметно. Цена агроприема. Вопрос, сколько это все стоит. Это стоит 500 рублей на гектар. Условно 5 лет. Цена агроприема на 5 лет 2500 рублей. Мы в начале системы внедрения на утил предлагаем эту модель. То есть есть понятие здоровья почвы. В 2000 году его ввели два американских ученых, которые рассматривают почву с точки зрения живой системы. Это способность почвы функционировать как живая система. Если мы хотим запустить ноль, что нас интересует? Чтобы включилась биологическая система рахления почвы. Если мы запустили ноль, система биологического рахления не включается, или она недостаточно интенсивна. То разрастание вот этой плужной подошвы превратит нашу землю в асфальт, и она будет нас разорять. Если не восстанавливает здоровье почвы, это приведет к большим финансовым потерям, и наутил может не запуститься. Черт смысл мульчи. Вот эти исследования 80-х годов обнаружили, что есть разные способы поступления органического вещества в почву. Ну, в сельском хозяйстве. Какие рекомендации нам дают агрохимики? Они говорят, давайте туда вносить большое количество навоза по 60 тонн. Ну, так же, да, вот эти рекомендации агрохимические книжки, которые дают. От 30-ти до 60-ти. Я только за просто вопрос, где этот навоз взять, потому что животноводца-то нету. У нас сейчас привязанное содержание, монокорм, и того классического навоза 70-х, 80-х годов у нас нету. Только у бабушек, дедушек на этих, где они дома коров держат. И эффективность при заделывании только при очень больших дозах внесения органики, потому что микробы съедают эту органику, но в активное состояние они переходят. Просто мы их угостили, пригласили, за столом посидели за наш счет, а почву не запустили. Наличие на поверхности мульчи. Мульчи, мы говорим это мульчированный посев, приводит к тому, что создается в маленькой зоне, полтора-два сантиметра, зона полного обеспечения кормами всех микробов, углеродом. Там огромное количество углерода. Там возникает биологический взрыв, и там начинается разрыхление почвы с вектором сверху вниз. Например, на поле огрех. Мы убираем солому с огреха где-то осенью, там влажная земля, хотя кругом она пересохшая, и она там, черви могут быть, и она там вся структурированная. Или на огороде мы кладем мульчу, солому, и под соломой у нас тоже через несколько месяцев земля рыхлая, влажная и структурированная. По логике вещей на ноутил, использование вот этой массы, которая лежит на поверхности, она должна включать процесс разрыхления почвы. Теоретически да, практически тоже да, но вопрос такой, она должна включить, а у нас одновременно идет процесс захвата аноэробными бактериями территории, а аноэробных бактерий, у них главный функционал, если почва плотная, они борются, у них решают вопрос конкуренции с аноэробными бактериями. Это их выигрышный путь их существования. И на ноутил мы запускаем два процесса, один идет сверху вниз на разуплотнение, другой идет снизу наверх по уплотнению. Скорость разуплотнения должна быть выше скорости разуплотнения, два процесса одновременно. И если мы по какой-то причине проигрываем, ну вот так вот, ну как проигрываем как, вот мы смотрим, как оно проигрывается, нам нужно принять определенные технологические решения. Была конференция летом в Самаре, и связались с аргентинцами. И аргентинец так ни в чем не бывало, говорит, ребята, вы знаете, говорят, у нас в каждом хозяйстве аргентинском, у которых наутил, есть чизель. Ему говорят, да как это так? Да вы какие-то, да, это не ноль. Они говорят, ребята, вы философы или как это, аграрники? Вот если вы аграрники, ребята, не морочите голову. Что еще хочу сказать по болезням? У нас идут волны болезней, они идут с периодичностью раз в 12 лет что-то новое появляется. И эти болезни могут уносить значительную часть урожая. Какие болезни у нас с 2009 года, ну думаю, кто помнит себя с 2009 года, прошли по стране. Сказать? 2009 до 2016 года, а в Омской области, может быть, года до 17-го, у нас свирепствовал бактериоз. И вот у нас получилась болячка. Что давала эта болячка? Она не давала весеннего кущения практически в ноль. Тогда перешли на большие нормы высева. И второе, на больших дозах азотных удобрений потери были меньше. Тогда перешли на большие дозы азотных удобрений. После 2009 года. Ну, когда вот решали вопрос. Но поскольку сельское хозяйство очень консервативно, сделать шаг назад за больших норм высева и суменьшение норм азотных удобрений у нас никто не делает. Крестьянин понял в определенный момент, что это дает деньги. Все он за этом законсервировался. Его технические решения остались прежними. Какие проблемы существуют сейчас? Примерно с 2013 года пошла новая болезнь, которая сейчас достигла пика развития. Показать? Почему я говорю, где наш наутил и где наши болезни? Вопрос такой. Где мы на поверхности оставляем растительные остатки? Мы создаем условия накопления и взрыва всех болезней, которые могут быть. Потому что 70 процессов патогенов сохраняются на растительных остатках. Тогда у нас вопрос, как вывести эти болезни раз, а чтобы вывести их надо, это 3-4-5 лет. Какие протравители мы должны использовать, какие эффективные, какие неэффективные. Мы же не на целине начинаем, но у тилта у нас. У нас идет почва деградированная. И у нас сейчас уровень предпоследней и последней степени деградации. Либо огромное количество токсикогенных грибов. То есть растения сидят, а растений не хотят. Мы даем удобрения, а отдача от удобрений не сильно большая. И второе, а перед этим у нас идут фузарии. И вот эти растительные остатки, которые у нас остаются, все они начинают цеплять что в почве. Если в почве смещенное биологическое равновесие в сторону плесневых грибов, они начинают накапливать это все. И нам нужно вывести. И вот анализы. Вот эта эпоха псевдомона-серинги и начала деградации. Спергилусы, плесневые грибы есть. И вот появление вот этого вот. Он как бы параллельно появился, фузарио-манилеформ. У нас их 20 штук. Есть токсикогенные. А есть очень опасные. Вот фузарио-максиспорум для пшеницы это так щекотка. Фузарио-салани признак деградации почв. Самый опасный это фузарио-манилеформ. Он имеет две формы. Он имеет обычную форму. А вторая называется анаморфа. Называется гиберелло-фуджикори. Как он проявляется? Особенностью современных инфекций нету специфических признаков корневых гнилий. Какие специфические признаки корневых гнилий? Корень, чернота на нем, там что-то черное такое страшное. Причем там могут 4 разных патогена показывать одну и ту же клиническую картину. Нужно отдавать на анализ. Вот этот зверь по-другому себя показывает. Вот этот рахеомикоз с правой стороны. Вызванивает мне в 13-м году грек из район близок к Кропоткину. Я не помню как он называется там от станицы. И говорит, слушай, вот стояла такая пшеница. 80 центнеров ждал. Стал эти сараи расширять, куда зерно девать. Потом за несколько недель до уборки что-то случилось. Флаговый лист стал сворачиваться в трубочку. Трахеомикоз, гриб, начинает развиваться в основании стеблей. Перекрывает поступление влаги наверх. И у нас начинает сворачиваться лист. Протравители. Правильно подобранный протравитель. Три действующих вещества можете записать кому надо. Которые его берут. Его берет карбиндозим из бензамидозолов. Фундазол его берет. Карбиндозим берет. Теофанатметил его берет. Если у нас карбиндозимный или теофанатметил. Мы берем какой-нибудь басовский протравитель. Иншур Перформ. 0,4 минимальную дозу. И туда литр выливаем карбиндозима или литр. Теофанатметила. Смесевой такой делаем. Второе действующее вещество называется протиоконазол. Это практически вся линейка препаратов фирмы Bayer. Ламадор, Ламадор Про, Баритон, Редига Про, Сцени Комби. Это для обработки семян. По листу у нас идут инпут, солигор. Ну что-нибудь еще вспомню. Оно берет вот этого зверя. У нас есть такой наш такой товарищ, в кавычках этот, директор Щелкова Агрохим. Он внимательно очень слушал, ему там приносили. Он сделал препарат протега Макс. С протиоконазолом для протравливания семян. Работает. Поэтому у нас есть отечественный препарат для обработки семян пшеницы. Который вот эту вот инфекцию на сегодняшний день главную берет. Понятно? И если... Ребята просят там в конце несколько слов. Ладно, ну сейчас. То есть смотрите, наноутил главная вещь. Когда вы на деградированной биологической почве начинаете оставлять растительные остатки, у вас вылезет огромное количество зверей. Ну я имею ввиду плесневых грибов. Хотите наноутил запускать? Главное внимание, на начальный период правильная защита растения, она будет определяющей. Иначе все риски у вас будут увеличиваться непропорционально. Ну мы же хотим наноутил еще иметь классный урожай там. Например, Аргентина говорит, вы знаете, ребята, мы начинали, у нас было 35-40 на зерновых. Ну я просто беру. А сейчас у нас урожайность 80. И даже 100. То есть когда мы работаем наноутил, у нас идет восстановление почвы. И у нас начинает расти урожайность, связанная с восстановлением почвенных процессов. Компенсация идет за счет того, что в почве идут активные биологические процессы. Активные биологические процессы что делают? Они увеличивают коэффициент использования минеральных удобрений. Не дают, чтобы были потери. В-вторых, они запускают процессы почвенного плодородия естественного. На естественном почвенном плодородии мы можем получить 12 центнеров. Если мы перестаем удобрения использовать, мы тут же проваливаемся, у нас сидит специалист по органическому и сельскому хозяйству, он вам может рассказать вот этот период ямы, проваливания, очень хорошо. То есть, 3 года там вообще урожайность падает. Алексей, правильно я говорю? И вопрос серьезно падает. А потом она по какой-то причине начинает расти. Начинает же расти? То есть, мы должны на наутил запустить естественные процессы, когда у нас урожайность идет от биологической составляющей, и мы должны ее запустить. Чтобы запустить биологическую составляющую, нам нужно научиться работать по системе некорневых подкормок. Пока вы удобрения сыпете валом в землю, никто там работать не будет. Можно перейти на наутил, одновременно восстановив почву, научиться получать урожай при любом раскладе погодном. Потому что наутил – система, позволяющая экономно использовать влагу. И в то же время это тот стержень, на который можно навязать огромное количество других технологий. По питанию растений, по формированию урожайности, по защите растений и так далее. Сегодня я разобрал вот эти два подхода, австралийский и аргентинский. Я не говорю, что они плохие. Просто каждый. Продолжение следует...